Сегодня мы видим, что IG допустили и думаем, что дальше не допустят. Ну, в общем, пошла запись. Итак, первая игра и единственная Оранжей против E-Home. Это всё ещё Best of 1. Сегодня все игры Best of 1. Третий раунд. Игра идёт за седьмое-восьмое место. Ну, то есть, кто выбивает, выбывает, получается, седьмое-восьмое. Кто идёт дальше, тот ещё может теоретически первое место занять. Совсем я закинул свою тетрадочку. Да я в неё даже записывать нечего. Все игры как-то в Талманке прошли. Вот реально даже какое-то впечатление никакого не осталось. Просто одни эмоции. Нет слов, одни эмоции. Ого, я в стрим ворвусь. Нет, ребят, такие предложения не нужно делать. Я очень люблю отказывать, но мне придётся это сделать. Мизери вырываются лучше всех. Нет, Мизери вырывается как фейспалмер. ЛЖД обязаны. Да я не знаю, что будет делать ЛЖД. Ну, ЛЖД, конечно, демоны. Вот они сегодня против Зенит играли. Просто, как бы, Зенит так активно играли. Вот как вот Нави как раз-таки играли в второй игре, и всё равно ЛЖД отбились. Сами ворву зачёт. Ну, я тоже, как бы, сделать могу стрим с паблика. Неплохо начать. Ну, как бы, это не так сложно. А потом просто побежать и слиться, и сказать, что это отличный врыв. Весело. Я думаю, всем будет весело. Абсолютно. Ладно, давайте Амизери закончим. Нет, ну, Хост молодец. Сегодня вообще все Нави. Я, наверное, пересмотрю игры, потому что после этого дня, чтобы ещё раз увидеть, что же происходило во второй игре. В третьей игре, в принципе, мы всё видели. В третьей игре это какой-то фейл был от IG. Они ломились, ломились, ломились. Нави всё читали прекрасно. Ну, и Lost великолепные, и Black Hole. Да, Оранж сразу забирают Морфлинга. Рубик, Хаос, и как раз-таки Дарксир в бане от Оранж, и Сирена, Ликан, или Шрак. Ну что, Ехоум, Тинни Висп? Давайте, Тинни Висп. Ну, честно, благодаря некоторым с комментариями Вилата, мне вообще не хочется пересматривать. Ребят, как бы... Ну, я понимаю, что когда просят ссылку кинуть, но форсить активно в чате ссылку на другой стрим, это немножечко неэтично. Ждём мы пика, дабл пика Тинни и Виспа. Пять лет КСа убил, надо разрешил перейти, альтернативы уже нет играть. Почему? Тинни Висп. Тинни Висп. Тинни Висп. Сейчас бананчики полетят. Ой, как я жалею, что просто вот не могу раздавать баны просто для повышения настроения. Это бы так повысило мне. Порадуйте меня, кто-нибудь. Забавно, у меня сейчас открыта новость, и там написано, НС, как думаешь, будут Нави контрить Феррари, поставят ли дабл против него или не будут его выделять. Вообще, после этой игры, в первой игре это был полный фейспалм с этой контроль Феррари. Из-за неё, в общем-то, во многом Нави проиграли, но вторая, третья, они вообще забыли про Феррари, про Жоу. Они просто сыграли... Я не знаю, как сыграли. Да, от Ехоум есть Тинни, но есть и Тайт Хантер. И сейчас я не уверен, что Оранж вообще будут брать Виспа. По сути дела, хорошо сыграли Ехоум. Почему? Потому что они взяли Тайт Хантер, взяли Тинни. Виспа Оранжи не возьмут, они им играть не умеют, у них пик вообще на это не рассчитан. И... Да, вот он, Висп, как раз-таки. Оранжи. И Хоумс, turn to ban. От Ехоум... Одна и та же страта, да, Ехоум... Ну, как бы у них нет выбора. Здесь все БО1. Если они не будут выигрывать, то у них все будет печально. Кстати, сегодня они, по-моему, не играли Виспа против... Подождите, не играли Тинни Висп против CLG? А против CLG они не играли. Против кого сегодня играли Ехоум? Я сейчас открою сеточку. Ехоум играли против комплексити. Ой, я уже не помню, что там было. Может быть, что тут? Комплексити, комплексити, комплексити. А, они там сыграли стандартно. Да, я помню, они сыграли через морфа, и сыграли очень круто, но опять суперосторожно. В третьей игре его Дэнди переставил в мясо. Кстати, да. Забанен Лонд... Нейчерс Профит, почему-то я Нейчерс Профита Лондруидом называю, какая-то вот, не знаю. Ну, понятно, есть сходство в названии, как бы, особенно учитывая, как Нейчерс Профит его скиллы. То есть, тоже можно его, в какой-то степени было бы назвать Лондруидом. И посмотрим, чего боятся вообще Эхом. Но, честно говоря, я даже не знаю, чего им здесь боятся. Они потому, что вот этим пиком Тинни и Веспа не убивают вообще все живое. Они уже пикнули все, что хотели, и сейчас добавить какого-то Брюмастера, ну, Брюмастера вряд ли добавят, потому что есть Тинни, есть Тай. Тинни секунды остались. Оранжи. Бруда. Ну, Оранжи взяли себе Чена, это то, на чем хорошо смотрится Эхстинкт, но не знаю, по-моему, Эхомы вот с такой, с этой игрой их еще вообще никто не обыграл. С таким Тинни-Веспом. Они ее не так часто показывали, но, видимо, с теми соперниками, с которыми они боятся играть. Так, одну секунду, сейчас вернусь. Тинни секунды остались. Тинни секунды остались. Брюмастер! Оранжи взяли себе Чена. Оранжи взяли себе Чена. Оранжи взяли себе Чена. Оранжи взяли себе Чена. Тинни секунды остались. Тинни секунды остались. Тинни секунды остались. Тинни секунды остались. Да, Брюмастер все-таки вошел, но странно, я не думал, что он зайдет от Ехом, у них есть Тайт, у них есть Тинни, это по сути дела два таких однотипных, в какой-то степени милешника, и сюда же добавляется Брюмастер. Ну, очень много ХП получается, они сейчас могут просто задавить массой, в прямом и переносном смысле, слово «оранжей». По поводу любимой игрой, за которой я наблюдал, комментировал, тяжело сказать. Я думаю, это одна из игр этого интернешнала, ну, уже потому что то, что было до него, оно вообще не сравнится. Это одна из игр LGD, вот я посмотрю завтра на LGD Na'Vi, вот это я очень хочу лицезреть. Завтра LGD Na'Vi у нас получается вторым матчем, потому что идет как бы финал, малый финал лозеров, определяется победитель. Потом финал винеров, Best of 3, и потом падает в лозера, причем все матчи Best of 3 и последний матч Best of 5. Ну что ж, посмотрим, как выстоит, здесь очень важно, как отыграют Яматех, Муши, да вообще, как сыграют китайцы, малазийцы, и что противопоставят им китайцы. Так, надо автокамеру выключить, запись ввода. И идет. Всем огромное, огромный еще раз привет, огромное спасибо, что остались со мной досмотреть эти матчи. Ну, я не считаю, что это матчи неинтересные. Представьте, вот упали бы Na'Vi, и что, вы бы считали, что это матчи неинтересные? Да нет. Ну, вообще, этот матч из этой пары наименее интересен, потому что дальше пойдет жестче. Сейчас играют Ye Home против Orange, дальше играют DK против TongFu, и потом победители всего этого играют с Zenit и играют с IG. Это просто заруба азиатской доты какой-то невероятной. Na'Vi, как минимум, занимают сейчас уже третье место. Я думаю, Na'Vi план минимум точно выполнили. Но с такой игрой вполне возможно, что они добьются большего. Итак, мы видим, что Оранжи предпринимают такую агрессию на агрессию. Ну, сделали вид, что будут так играть. Но я не думаю, что они будут играть чена в чужом лесу. Это не то, что им нужно. При наличии бруды. Очень важно, как сыграет Яматех. Вот так вот он поставил здесь сетки. Интересно. Ну, чтобы сломать все деревья и подвышки там. Тоже иметь хороший мухспид. Тайтхантер идет на сложную. Брюмастер в мид. В лесу будет как-то Шадоу Шаман на отводах. Висп будет с Тинником. Висп и Тинни, они вообще икс и Леном. Они будут приклеены к друг другу всю игру абсолютно. Ну и посмотрим, как они сыграют против бруды. Нет, все-таки посмотрите, остаются в чужом лесу. Ну, это ошибка. Не знаю. По-моему, это ошибка. И здесь сентрики. Оп, увидел, что поставлен вард. Сбивает его. Минус один сентри. Хорошо, Яхомы понимают, что к чему. Но просто фишка в том, что... Здесь тяжелая позиция Оранжи, тяжелое положение. Они должны в любом случае как-то быстро нафармить, чтобы их не убили вот эти толстяки. Если они припримут какую-то агрессию и заставят Яхом потерять пару вышек, это будет очень хорошо. Они, видимо, это и хотели сделать, но не получилось. Да, Тинни не успевает бить крипов, просто слишком быстрая вышка и слишком медленная атака у Тинника. Он сразу выпивает бутылку. Мушина легкой против Тайда. Ну, Тайду здесь просто нужно получить шестой. Тайду не обязательно там прям какую-то сборку делать и Брюмастеру. Но Брюмастеру нужно подсобраться. То есть, опять вот этот от Кинг Джея Брюмастер без щитка против рейнджового героя, которому я вчера залепил 10 фейспалмов, но сегодня уже для меня это так не кажется, потому что он быструю бутылку получает все время и с этой бутылки потом фармит крипов клэпами. Ну, хороший такой Брюмастер. Пока что абсолютно, абсолютной хренью занимается Чен. Вот он ушел в чужой лес, он получил первый. Вот как раз таки, как фармил экстинкт в первой игре, и что он в первой игре сегодняшнего дня, и что он сделает здесь. Он пытается куда-то выйти с иллюзиями против Тинни, что-то ему здесь сделать. Ну, это будет крайне тяжело. И в результате Тинни сейчас нафармит, и я не знаю, как они будут останавливаться. Все герои дохлые. Веник дохлый, Чен дохлый, Бруда достаточно дохлая. Инвокер, ну, инвокер будет чуть потолще, потому что у него класс раскачен. Да, Брюмастер делает... Он просто фармит все, что ему нужно. Прилетел Курьер, он ему положит сейчас бутылку, повезет на фонтан. А вот теперь представьте себе ситуацию, где Ехомы бы стали по-другому. Они стали триплу вниз. Что было бы с Брудой? Ее, возможно, немного попогоняли. Ну, да, но все равно хорошую Бруду убить не так-то просто. Ну, даже, может быть, у Бруды, допустим, Лайн вышел совсем плохой. Но Тайтхантера можно было бы гонять веником и не давать подходить ему к крипам вообще. При этом Чен бы качался в своем лесу. В результате Морф на фрифарме, Тайтхантер без экспы. И врываться тяжелее. Сейчас же будет шестой Брюмастер, шестой Тайтхантер, шестой Тинни какой-нибудь, шестой, восьмой. Не знаю, как он будет поднимать левел. И что с этим делать, я не знаю. Причем Тинни будут качать ульт. Будет больно драться. А где второй Сентри? А, вот он. Они поставили Сентри и сбили им Сентри. Нет, подождите. Где-то еще должен быть один Сентри. Вот он в Сентри. Команда Orange Sports. Да, я, правда сказать, затупил. Ну, пока что все просто по плану Ихом. Вот единственное, что может сгубить Ихом, это их вот эта пассивность. Хотя, в принципе, сегодня они играли в некоторых моментах. Ну, когда нужно, они вроде как агрессию проявляют, когда нужно выйти задавить. Но если они просто будут опять пассивно, супер пассивно играть, просто вот этот Морф, вот эта Бруда, они с них не слезут. Потому что Бруда сильнее, чем Брюмастер. Сильнее, чем Тайт, точно. В Лейте Морф сильнее, чем вообще практически любой. Ну, Тинни здесь является таким неплохим кэрри. Ну, посмотрите, у Бруды потихонечку получается. У Муши 21 крип. У Винтера 19. Брюмастер 14. Лен 13. Больше важно по XP, что. По XP идут вровень. Да, по золоту выигрывают, но это все фигня. И Муши нужно быстрое БКБ. Вот Акила у него есть, Стик нужно будет загрейдить, ПТ-шка и БКБ. Это все, что нужно Муши здесь. По-другому вообще никак. И то есть БКБ ему еще с руки могут навалять с этим виспом. Веника отправляют на базу. Бруда потихоньку фармит Ньюман. Откуда это берется? У нее базилка есть. Поставлены кучи сентреи, такая борьба за лес идет. Ну что мы видим пока что по левелам. Давайте включим QQQ, второй левел. Айс, второй. Нет, Айс уже получает третий. Ну, примерно вровень идут. Очень плохо с левелом у Чена. Вот это крайне печально, потому что Чен, я не удивлюсь, если выйдут когда в пуш, у Чена не будет даже двух крипов. Для того, чтобы Чену было два крипа, ему нужен пятый левел. Это очень много для него сейчас. Да, там тает уже почти шестой, и шестой Кинг Джей. Ну, Тин немного подостал, ничего страшного. Хотя по золоту, конечно, ведут вот эти вот фармы. У Бруды много паучков. Да, ей дают ману, вот откуда у нее столько ман, и все время кларити заливают. Пулит здесь QQQ. Иллюзия инвокера. Иллюзия инвокера неприятно мешает. Здесь же подходят паучки. Но это какая-то фигня, на самом деле, от Бруды. Она просто этими паучками сейчас нафидела шамана. И сейчас шаман еще раз сдаст цезаршоку. У него два кларити, ему не проблема. Вообще, посмотрите, как больно. Инвокера нет санстрайка в любом случае. Висп также запулил здесь крипов. Чен третий. Веник третий. Бруда четвертая. Тинни шестой уже попадают в Тинни гелем, не страшно. Да, Тинни с ультом. Мне просто интересно, чего ждут, какого левела ждут их ум. Я как бы не могу сказать, что по их плану. На каком левеле они будут выходить. Ну, потому что они точно не будут сидеть и фармить здесь до скончания веков. Иначе это проигрыш. Ну, скорее всего, шестой левел шамана и шестой левел виспа, это уж точно будет какой-то выход. Особенно шестой левел виспа. Там прилететь, забрать, попытаться морф... Нет, морфлинга тяжело. Да и инвокера тяжело. Здесь вообще ни одну линию не прилетишь, вот так вот не заберешь. Поднимает воздух брюмастера. Посмотрите, а брюмастера сейчас еще и взорвать может. Нет, ЕМП очень долго кастуется. Муша еще... Ой, Яматех еще одну кларити получает. Поставил сентрю. Лан неплохо себя чувствует. 29 крипов, примерно на уровне с брудой. Конечно, Муша чуть ли не на фрифарме, но приходится ему отходить здесь за рунами. Да и Тай от себя чувствует достаточно неплохо. Сапог, седьмой левел, четвертый смеш. Много пауков у бруды. Правда, что с ними делать, она пока не знает, потому что здесь вообще нету крипов. Я пока не вижу вообще, зачем взяли Чен. Вот сейчас пошел Чен качаться. А почему сразу Чен не пошел качаться, я не знаю. Ой, шамана больно бьют. Станет сейчас паучков. Тинни вообще ни разу ману не потратил. Но сейчас Тинни может свободно откидывать стан. Нет, он пока просто руками разбирается с этими пауками. Да, бруда, конечно, неприятно харасит. Но посмотрите, бруда-то харасит, но сколько она пауков уже отдала. Пусть шаман сейчас даже уйдет отсюда, все равно пауков очень много. Тайтхантер умирает, это сейчас будет ФБ. ФБ забирает Морфлин. Ну, это не то, что нужно, конечно, и хомам. Хорошо, выехали на бруду. Тос где? Почему не кастует Тинни Тос, я не знаю. Наверное, не дотянулся до бруды. Но сейчас опять скоро будет мана, и Яматеху уже нужно поаккуратней быть. Пайтхантер летит обратно. До сих пор у него есть ульт. В него тут влетают, очень неприятно. Тест! Нету никаких регенов, нету никаких плащей на резист магического урона. Виз потихоньку начинает раскручивать. Вот, ну все правильно делает Тинни. Почему он максит Тос, а не Виланч? Потому что он скачается через ульт. Кач через ульт увеличивает урон от Тоса. Ну, пока что у Оранжи все вообще выглядит неплохо. И Яхомы сидят, никуда не выходят. Это все на руку. Лану бьют крипы, он дает Тос. У Лану мало регена, у него есть бутылка, правда. Шаман пятый получит. Брюмастер. 1600 фармит на даггер. Ну, несколько ключевых айтемов есть. Это безусловно для брюмастера. Это даггер, агоним Тинни, забирает Веномансера. Ну вот, пошли. Пошло от Яхомов какая-то пошла активность. Может быть сейчас Виз куда-то полетит. Приносит бутылку. Ну, в смысле фласку. Всех застанил крипов. Наверное, будет захиливать Тинни как раз этой бутылкой. Ну, потому что что делать? Пока что не захиливает. Просто летает рядом. Уйти немного хитов. Крипится бруда. Снизу морф. Морф уходит на фонтан, оставляя репликейт. Вернется в репликейт, будет фармить. Кью-Кью-Кью с четвертым левелом до сих пор. Не успел он нигде подфармить, ничего. Прюмастер обузит бутыл, продолжает. Руны контролить не удается. Ну, там морф снизу хорошо подконтроливает. 1-1. Счет преимущества по золоту уже очень серьезное. Ну, потому что фармит на бруда хорошо. И морф хорошо фармит. Тинни. Есть брейсер, есть мэджик стик. Мэджик ван даже. Сейчас пойдет куда-то телепортироваться. А возможно его висп заберет, не знаю. Нет, у виспа нету еще шестого. Хотя он сейчас его получит. Брюмастер забирает реген. За ним гнался инвокер. Инвокер решил не идти за брюмастером. Не знаю, пока что плохо смотрится стратегия хомов. Относительно того, что было у них в игре, которую мы смотрели в прошлый раз. Потому что было там полное преимущество на верхней линии. Здесь же его нету. И бруда... Ну, бруды, посмотрите, 57 крипов. Да, она чуть пауками подфидела. Но она за счет этих пауков, которых она отдавала, выиграла линию. Ну, то есть и она смогла сама фармить. Брюмастер все еще... Никак не может здесь... Вот, купил он даггер, наконец-таки. Но у него опять мало хп, а мало маны. Он даже сейчас бутылкой не отобьется на... Ну, он на 2 третих максимума отобьется. Слушай, на нижней линии бруду находит! Тос хорошо кастует! Чен, ульт очень вовремя. Бруда включает ультимейт. Очень неплохо. Инвокер поднимает двоих. Ну, здесь просто провал от Ленма. Морф забирает даблкил. Шикарно! Да, вот так вот. Вот как надо наказывать за пассивность. Как раз-таки взяли пик, которым нужно давить оппонента. Сами стали что-то фармить. В результате линию одну проиграли, вторую проиграли. Муши уже имеет 3-0. У него ультимейт торп. У муши 92 крипа, с ума сойти. И снимают вышку. Преимущество там больше 10 тысяч будет. Да, Яхомам с такой игрой делать абсолютно нечего. И все герои какие-то жирные, однотипные. Ну, все, что Тинни, что Брюмастер, что, в общем-то, Тайдхантер. Такие жирные танки. Да, у Брюмастера есть ультимейт. У Тайда совершенно по-другому ульт работает. Тинни вообще больше физдемагер. Хотя пока что у него все-таки основа это магический урон. Пытается насыпать. Кидает, убивает 3-4 пауков. Все, у Матеха здесь все хорошо. Он фармит себе БКБ. И что с этой брудой делать, я не знаю. Ну, вот сейчас вышли Ихом наконец-таки в пуш. Начали забирать вышки. Забрали одну вышку. Ну, посмотрите, как много они проигрывают. Именно по золоту. И выходит Чен как раз-таки, экстинкт. Да, возможно, правильно играли сейчас Оранжи на Витетт и Верхней Рине. Они просто оставались там, чтобы обеспечить Бруде дополнительную безопасность. Бруда пофармила, они ее там оставили. Ну и, в общем-то, Ихом никуда не выходили пушить. Ничего такого не собирались делать. Летит Тинни с виспом. Влетает на Чена. Чена могут и не догнать. Цепляют Чена. Ой, неприятно. Чена убивают. Да, и сейчас улетят обратно, естественно. Ну, какие-то плоды все-таки извлекают. Ну, я бы сказал, что это вообще была мелочь. Не фить пауками. Не фить. У Тинни нету маны. Встанет Бруду. Ульт. Тос. Сюда подходит. Так же тает. Видит Бруду. Ну, нету больше здесь просветок. И посмотрите, на одну Бруду сейчас трое здесь отвлекаются. В то время, как остальные могут делать все, что хотят. Муши на фрифарме уже черт знает сколько. У него 112 крипов. Да, сейчас просто фармить, 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 фармить. Аккуратненько. Какие-то опросы. Обязательно их почитаю в чате после игры. 3, 2, 17-ая минута. Дая. Так, ну что, у USP опять есть ультимейт. Вполне может он куда-то скастовать. Чен забирает шадоу шамана на миде. Да, шаман аж от страха ульт поставил. Ну, это очень плохо. Зачем он ставил ульт теперь без ульта? Инвокеры телепортируют домой. У инвокера там что-то... Наверное, да, ставу в визарде. Есть сейшмаск, возможно, он купит себе ветра. С ветрами будет очень-очень неплохо. Ой, Тайд, хорошо подфармил кауков. Но бруда вгрызается в Тайда. А чё бы не убить? Тинни летит сюда. Ульт Тайдхантеров никуда. Ульт. Ульт виспа. Хорошо. Ну, Оранжем нельзя сейчас вот так вот играть. Оранжем нужно играть более осторожно, потому что Тинни как раз-таки этого и ждёт. Висп улетает обратно. Кому абсолютно не нужно здесь оставаться. Оранжем нужно продолжать играть в такую же аккуратную терпильную доту, стараться перефармить. Всё-таки Тинни можно перефармить и убить. А если они будут так ломиться на вот эти все ульты? Ничего хорошего не выйдет. Ну, всё равно сохраняют преимущество Оранжа. Конечно, легко сказать, сложнее сделать, потому что тоже как-то... Ну, ты же не будешь сидеть совсем на базе, не проявляя вообще никакой агрессии. Находит веника, шаман тут же его отпускает, понимая, что ему только хуже будет, если сейчас кто-то придёт помочь. Ну и Тинни с Виспом, неразлучная парочка Ланма и Икса. Муши. Муши уже с линкой, Муши отлично фармит. 142 крипа у Муши. 9800, у Бруды 6600. Да, у Муши, конечно, топовый. Фарм почти 10 тысяч. Ну и здесь от него многое зависит. Но опять же, тяжело пока что играть против Брюмастера. Как бы отдавая Брюмастера, Тайда и Панду, ой, и Тинни, нужно понимать, что вначале у тебя преимущества вообще никакого не будет. В драке 5 на 5, и его сейчас и нету. Ну, нужно фармить БКБ, потому что уже у Яматеха есть БКБ, Марфу. Также нужно БКБ. С двумя БКБ здесь уже будет гораздо легче. Тайт, Смэш, не убивает пауков. Вот, вот это хорошо. Вот это прямо сочно. Паучки фармят сейчас лес. Правда, Кинг Джей сюда может прийти и зафармить и крипов. Нет, все хорошо, Бруда. Убивает этих крипов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Естественно, где еще две сетки? Или он не докачал? Нет, еще две сетки можно поставить. Раз, два, три, четыре, пять. Да, забирают всех пауков. Неприятно. Зато у Бруда есть БКБ. Бруда включает БКБ, начинает играть с Шадоу Шамана. Шадоу Шамана очень больно. Бруду влочат хорошо, Яхумы. Очень хорошо сейчас сыграли. Тут засада, Тинни выходит. Видит, Смаки ставит, ЕМП. Отлично, взрывают Тинни. Коллснэп и Тинни просто уходит с Веспом. Великолепная игра от Веспа. Иксу сейчас нужно тизер еще раз использовать. Да, 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 и возвращаться туда. Определенно. Брюмастера поднимают вместе с Тайтхантером. У Тайтхантера есть ультимейт. Муши прокатывается, начинает бить руками Тайтхантер. Получает Клэп. Тайтхантер дает Смэш. Коллснэп. Морф слишком силен. Да, Вис просто великолепно спас сейчас Тинника. Он там кастовал, я так понял, ультимейт. И в последний момент успел дать тизер. Конечно, очень хорошо. Тинни идет по нижней линии. Но Юхомы потихоньку возвращаются в игру. Да, Морф жестко расфармлен. Но мне кажется, какие-то шансы у них появляются. Хотя, опять же, Морфа пока что... Пока они не убьют Морфа, говорить здесь не о чем. Морф собирается через Скаде. Если он будет собираться на ХП, это, конечно, круто. Но, может быть, хотя Манта, не знаю. Здесь нужно БКБ. Здесь абсолютно точно нужно БКБ. Ну и куда тут? Тинни со вторым ультом с Фейзами уже имеет максимальную скорость перемещения. Догнать его абсолютно нереально. Даже Ликан его не сможет догнать. Максимум бежать с такой же скоростью. Фармит Кик. Джейп 5-3. 22-ая минута. Достаточно такая неактивная игра. Но если от Орнджа она весьма объяснима, им и никуда не нужно влезать. Бруда бьет Тайтхантера. Сейчас пойдут искать Бруду. Есть Сентрики у Шадоу Шамана. Хорошо, находят всех пауков, убивают их. Тинни опять идет на фонтан. Я думаю, что это будет как в прошлой игре. Яша, и не будет он сразу грейдить Яшу в Манту. Подформит себе, там, Кирасу, может быть, Аганим. Да, сначала Аганим, потом Кирасу, только потом Манту. Или Аганим. И сразу Манту. Реген от Муши. Бруда. Сбирается в лесу. Ну, все правильно, она сбирается. Потому что если ее здесь найдут... Хотя рискуют, безусловно, сейчас им Атех. Представьте, сейчас бы сюда кто-нибудь зашел. Все, ты получаешь сразу Сентрика от Шамана, который стоит рядом. Марфа очень сильно боятся. У Марфа 12 тысяч Нетворс. Винтер, Тинни насыпает Муши. Нет, ну Муши уже тяжело пробить. Посмотрите, насколько он толстый. Да, магии не пробить. Теперь Тинни только с руки пробивает. Для этого нужен обязательно хороший урон. Атак, спид. Для этого Виспу нужно поднимать левел. Веномансер заденаял вышку. Идет дальше. Так, так, так. Идут на Веномансера как раз-таки. Стан, не попадает. Тос. Первый удар. Оверчар. Шуль, Чена. Хорошо бьет. Бруда сейчас Виспа. Может убивать Виспа. Четыре, три, два, один. Висп умирает. Висп умирает. Здесь же Инвокер ловит. Кью-Кью-Кью. Закидывает Тинни Бруду. На Кью-Кью-Кью прямо. Бруда все еще жива. Бруда уходит. Бруда уходит. Тинни тоже пытается убежать. Инвокер, естественно, быстрее, чем Тинни. Хотя, посмотрите, не так уж он сильный быстрее. С включенными фейзами Тинни тоже очень-очень неплох. Ну что ж, неплохой размен. Тем временем, Морф против Тайтхантера абсолютно не оставляет никаких шансов. А, здесь еще есть Экстинк делает ТП. Нет, Экстинк у ТП сбивают, но Яматех стоит, выкидывает его Тинни с базы. Да, пока весь этот размен шел, Морф уже пропушил вышку. И теперь я понимаю, почему он покупает манту. Он покупает манту именно для сплитпуша. Посмотрите, как здорово задавил нижнюю линию. Бруда будет нон-стоп давить верхнюю всю игру. Да, у Яхомов некоторые трудности намечаются. И по фарму они просто, вот не сказать, что они по фрагам проигрывают. Они меняются-то более-менее ровно. В 7-5 всего лишь счет. Ну, посмотрите, более 10 тысяч отставания. И часть из этого, да, в вышках, я не спорю, потому что преимущество сейчас в 3 вышки. Но 3 вышки это 4,5 тысячи максимум. 2 фрага, ну еще тысячи, это 5,5. Еще остальное, все, вот это, это фарм. Посмотрите на Морфа, посмотрите на Бруду. Насколько они опережают всех остальных. Бруда очистит леса. Естественно, что будет собирать Сейдж Маск. Рецепт на Сейдж Маск, это что-то новое, что-то полагает. Ну-ка, показать в лавке. Странно. Ну ладно, может быть что-то из этого соберет Бруда. Может быть это будет Орчет. Не вижу, правда, в нем смысла особого. Здесь Бруде нужен хороший урон, там бабочка, МКБ. Может быть криты какие-то. Но Орчет здесь совершенно не нужен. Каких-то сайленсов. Какие-то сайленсы кастовать, это все. Бред. Муши. Шаману всю ману взорвали. Ой, шаманы сейчас будут бить, но паучки попадают. У Тайтхантера Гем. Да, Бруде нужно быть очень осторожным. Теперь видели, что Гем у Тайтхантера Брюмастер спрятался. Посмотрите, как аккуратненько в лесу. Ладно, дубасит крипов. Есть у Ланма практически уже аганим. 548 монет. Почти 600. Ну, пока что себя никак не проявила вот эта Панда, вот этот Тайтхантер. Ничего они вообще не сделали из того, что они могли сделать. Да, это все-таки Орчет будет на Бруде. Ну, не знаю, мне кажется, не так он сильно нужен. Хотя. Кого просто здесь будет Бруда с этим Орчетом убивать? Кому она будет не давать раскастоваться? Ну, Брюмастеру, да, возможно, против ульта Брюмастера. Но я сомневаюсь, что он настолько страшен. Тайду давать этот Орчет особого смысла не имеет. Все равно он там этот ульт даст. И не дай бог еще кто-то Тайду ударит или попадет по нему, с него слетит этот Орчет. В результате он будет скастован в молоко. А может всякими ОЕшками по Тайду пройтись. Вот как раз-таки бьет Тайда. Тайд не успевает раскастоваться, сжигает ему все. И МП дает ульт, но Бруда-то в БКБ. Вот зачем здесь нужен был Орчет, Бруда, даблкил. Здесь же Тинни. Тинни дерется очень неплохо, но пока что никто не умер. Инвокер умирает, тут же выкупается. Да, этот первый и пока что единственный из тех, кто умер у команды Орнджи Спорт. Поднимают Чена, насыпает ему Тинни. Но очень плохо это все делает. Бруда, Блочет, Блочет. Не дает подойти к Чену. Здесь же есть Инвокер. Гель. Минус Брюмастер. ЕМП. Ну и вот так вот 3 в 1 суммарный размен. Только Инвокер убили, он тут же выкупился. Пришел. Муша уже здесь. Муша оставил репликейт, его телепортировал на мейн Чен. Да, Орнджи должны выигрывать этот матч. Они идут дальше. Ну а чего им боятся? Там ульта Тайтхантера нету. Как бы логика простая. Нет ульта, просто идешь и убиваешь. Прокатывается. Оверчардж поздно. Поднимают вверх Инвокер. Морфа, Морфу входит Мека. Морфу драться очень тяжело здесь. Он перекачку не может включить в Хексе. Использует Манту. Проходит Тай. Дает Гаш. Пора фокусить. Пытаются Муша. Но пока они фокусят Муша, как раз таки на Тинни накидывает. Торщит. Чтобы он ничего там не кастовал. QQQ очень битый. Поднимает его Инвокер. Это минус QQQ. Сплэшем добивает Тинни и Морфлинга. И Бруда просто здесь. Какой-то настоящий трэш. Устраивает. Есть до сих пор Гем Клэп. Нет. Нету Гема сейчас. Веника влетели. Бруда настигает Веспа. Доминейтинг. Мега килл у Тинни. Посмотрите. Тинни. Это 6-1. Да. Тинни очень неплох. Но общее преимущество. Оранжи уже невероятно высоко. И с таким опять же пассивным стилем игры, как у Ехомов. Я не вижу каких-то шансов, что они сейчас. Смогут быстро выйти, отыграться. Чем они дольше сидят, тем хуже панди. Чем хуже панди, тем меньше у них шансов победы. Потому что без панды выиграть крайне тяжело. Ну, когда панды неэффективно. А панды перестают быть эффективно, как только там дофармливаются всякие госскептеры. Хотя бы какие-то минимальные айтемы на саппортах, чтобы они не умирали. От красной панды и могли ее быстро разбивать. Ну, хотя ничего такого нет у Винтера. Может, Винтеру что-то летит? Да, его госсептер. Хотя есть у него форстаф, хочет еще и ветерки собрать, судя по всему. И опять Емотех на верхней линии с Орчидом, с БКБ. Брюмастер дает клэп, убивает кучу паучков. Очередной гему Тайда. И сейчас в Бруде может быть очень неприятный гему Тайда. Да, как-то Емотех прямо, скажем, не очень хорошо сыграл. Грызет Веспа. Меха. Нужно было отсюда сразу уходить на ТП. Шаду Шамана. Сайленс. Ну и что это такое? Просто Емотеха забирают здесь на халяву. Но в этот момент Оранжи хорошо выходят на Рошана. Меняют Бруду. Скади будет на Морфе. Ну где же БКБ-то? Морф какого-то толстяка собирается пока что. Какого-то танка. Но танка вообще не хватает команде Ехом. Но зачем нужен танк, когда там все практически ауешно и все попадает по всем? Вот такие вот расклады сейчас. 250 крипов. Давайте посмотрим, какая птата. Ну Тинни примерно с Морфом в одной весовой категории. Но посмотрите, Морф-то нафармил на 6500 больше. И практически вот эти 6500 это половина преимущества. Ой-ой-ой. Разница в заработанном золоте 14000. Нет, ну я не верю в Ехомов. Вообще. Потому что как ни крути, как бы не глупил Морф, все равно сейчас рано или поздно ему нужно будет собирать БКБ. Потому что БКБ Морфу просто необходимо. И Бруда уже продает Солринг. Ну когда у тебя Орчет, кстати, тоже такой хороший момент, если выбирать между... Все-таки маны ей не хватает, все пока деспамить. Просто вот по дефалту. Если выбирать между Орчетом и Солрингом, конечно, Орчет дает больше. Он и стоит больше. Он и урона там дает, и маны много, и регена маны. Хорошо. Опять за Брудой выехали. Ну вот они как-то пытаются всю эту Бруду изнасиловать здесь, но у Бруды все равно хороший фарм, а Морф при этом чувствует себя просто великолепно. Да, Бруду все-таки изнасилуют. Клэп, Шекл, Тинни летит сюда. Зачем? Ну и что, вернется обратно или останется здесь? А, Висп еще и килл застилил. Вообще молодец. Возвращаются обратно просто. Провтыкался сейчас ульт. У Тинни появляется Манта. У Тинни... Осталось только Кирасу ему доформить до его стандартной сборки. Ну и там дальше можно БКБ, конечно, собирать. Инвокер находит Виспа. Морфа практически скадит. Я не знаю, что еще можно собрать из ультимейта орба, кроме как скаде. У него есть первый. На второй есть тоже деньги. Есть на поинт бустер. И осталось только орба в Веном себе купить. Вот уже полетел Курьер. Да, там все полностью можно собирать скаде. 350 стоит всего лишь орба в Веном. Накупит всяких шариков. Зеленый шарик есть. Фиолетовый шарик есть. Вот этот красный шарик есть. Я вот, правда, не помню, как ультимейт орб выглядел во второй доте первого образца. Но там тоже какой-то шар такой был интересный. Ну да ладно. Меняли уже это 100 тысяч раз вообще всю визуализацию. Поэтому запомнить, что как выглядело раньше практически нереально. Тинни. На него будет выезжать Морф. И Морф будет его бить. Да, Морфу это делать не очень приятно. Тинни насыпает. Тут же Морф что делает? Санстрайк. Хекс Морфа. Морф перекачивается. У Морфа есть репликейт, но он в него просто не уходит из-за того, что... Ой, такой фейл. Очень жесткий фейл. Чен не телепортирует никого. Просто пробили Аегис. Посмотрите, как Ехом это хорошо. Неужели они решили выйти какую-то агрессию в кои-то веки проявить? Нашли Морфа. Выбили Аегис. И опять сейчас отходят. Опять будут ждать, когда на них наломятся. Ну, не совсем, мне кажется, правильно. Хотя они ничего не тратили. И сейчас могут попробовать наломиться. Но это вообще не Ехом будет. Если они это сделают. Да, они бегут уже. По Тайтхантеру промахиваются. Бруда начинает гейз. Тайда поднимает вверх. Тинни использует манту. Бруда без БКБ уже. Она слишком много раз его тратила. Тайтхантер бежит за Брудой. Бруда уходит в лес. Все разлетелись. Шадоу Шаман умирает. Минус Шадоу Шаман. Ищут Бруду. Находит только лишь Веномансер. Бруда все-таки уходит. Да, размен один в один. А Тайтхантер так и не скастовал свой ультимейт. Он просто настолько сильно напугал всех. Напугал Бруду. Заставил ее еще раз использовать БКБ. Но уже видно, что у Бруды БКБ всего лишь 5 секунд длится. Причем, наверное, уже не первый раз. Она его нажимала очень-очень много раз. Покупает Демон Эдж. Будет Манки Кенбар. Есть. Плейт Мэйл. Остался Чинмэйл и Рецепт. 1900. Неужели их Ому вытащат из такого перефарма? Ну, казалось бы, преимущество огромное. Но почему-то от Орнджа оно не чувствуется. Они сами как-то пассивно играют сейчас. Ничего не сплитпушат. Оооо, находит Брюмастер. У него нет ульта. Его бьют. Все, просто находит, убивает. Минус Брюмастер. Он еще и зачем-то ДД нажал. Зачем, я не знаю. Вместо того, чтобы захоронить на будущее. Я думаю, это неплохая была бы руна. Так, Тини. Вот как раз-таки Бараки. Бараки начинают атаковать. Морф. Алакрити. Есть Фортификэйшн. Используют Фортификэйшн. Морф начинает перекачиваться. Уходит. Еще и Репликейт там есть. Да, тяжело. Заставили потратить Фортификэйшн сейчас. Как-то Орнджи мало. Такое ощущение, что у них только Инвокер, Морф и Бруда способны драться. Но вообще, да, так и есть, по сути дела. Сини развалит Венамансера. Компанию. Сайланс. Бруда огрызет Бараки. Хороший мув. Для того, чтобы на Бруду все равно станет. Ставится Айс Волф. Очень неплохо. Дефендинг Бластом откидывают. Битые Бараки. Невероятно. Уходит Морф. Уходит Бруда. Брюмастер выкупиться был вынужден. И Орнджи, видя, что Брюмастер выкупается, просто-напросто уходит. Утиники раса. Да, вот эта сторона, это прямо слабое место. Сейчас нужно каким-то образом не позволить Ехомам с этой стороной, ну, хотя бы что-то сделать. Должны они как-то крипов оттолкнуть. Но представьте, остается здесь Морф и... Крепы близко подойдут к вышке. Морф фармит, у него 2200. БКБ уже очень скоро, хотя, в принципе... Нет, БКБ ему все-таки нужно. Ну, можно, можно разводить и попытаться все время разводить вот так вот своих оппонентов. Есть линка, морфа поймать тяжело, естественно. И посмотрите, как Тинни догнал Морфа. Морф опережал его на 6000, по-моему, в какой-то момент. Я на 6 или... Ну, на 3 точно опережал. По-моему, на 6 был там перефарм, у Тинни 10, а у Морфа 16. И сейчас они практически сравнялись. Но сказать, что выровнялись графики, абсолютно никак нельзя. Потому что это только Тинни фармил. У всех остальных все по-прежнему плохо. 7-1 Тинни, 5-1 Морф. Ну и вот все правильно делают сейчас Ехомы. Они выходят, пушат эту нижнюю линию, заставляют туда сгрузиться сейчас. Оранжи даже не пойдут атаковать, попробуют еще нафармить. Но Ехом супер пассивно. Да, вот это их пассивность здесь просто не знает границ. Веник убивает вард. Своим плагью вардом. Муши 3-300. Ну вот Ехомы сейчас вообще нельзя допускать вот даже вот сюда Оранжи. Потому что у них нету фортификейшна. Да, летит туда уже кто-то дефит. Шаман. Тайт. Блюмастер. Остается только Тинни с Вистом. Вообще Тинни с Вистом может оставаться здесь и вообще на любой линии. Они в любой момент могут телепортироваться домой. Но они боятся, что здесь их где-то могут ждать, наверное. Интересно, что же Тинни фармить будет. Вот здесь я бы Тинни посоветовал, как бы это ни парадоксально, бабочку. Но если бабочку он не хочет из-за того, что... Ну все равно бабочку, даже если с Хевлен Хелбертом сравнивать. Потому что у бабочки очень большой процент миссов. А здесь основной физический урон. И у Бруды пока что нету МКБ, а у Морфа еще и не скоро будет. Но вот если он следующим айтемом МКБ не купит, просто Тинни покупать бабочку и Морфа его не пробьет в жизни. Потому что у Тинни помимо миссов будет еще и Греги Экстериор, который дает дополнительную броню и шанс оглушения 24%. У Морфа будет 35% миссов и 24% шанса того, что его застанет. Сидит половина атак, будет в никуда. Не то, что в никуда. Морфу невыгодно. Там 2-3 удара, 3-й мисс, 4-й тоже мисс, 5-й застанился. Простоял в стане некоторое время. Потом вышел еще 2 миссайли и сразу опять встан. Ну короче, очень невриятно. 3-300. Да, Морф пока что ничего не покупает. Ну и Бруда тоже как-то остановилась в фарме. У нее как вот этот демонедж был и там полторы тысячи, по-моему, так и осталось. За последнее время абсолютно никак не увеличивается. Ихом потихонечку начинают сокращать отрыв. Правда, черепашим темпом. Но вот еще минут 20, и это уже будет 8 тысяч. Еще минут 40, это будет там 6 тысяч. И 6 тысяч, при том, что суммы вырастут очень серьезно в процентном соотношении, это будет не такое большое. Посмотрите, по опыту сравниваются. Да, мне кажется, Оранжи сейчас дают шансы хомам. Находит Бруду. Поднимаю Тинни в воздух. Ой, Виспа разрывают. Здесь кто еще кого нашел? Находит Тинни, Манта уходит. Ничего себе Тинни. Морф находит Тинни все равно с помощью репликейта убивает. Шадоу Шаман уходит. Полетел удар Морфа. Бах, промазал Тинни, выкупается. Хорошо, сейчас поймали. Ну, дойти просто вот до этого барака. Правда, опять фортификейшн есть. Так все медленно происходит в этой игре. Нарошане. Муши Нарошане. Представьте, его сейчас там убьют. Клэп, отличный от Брюмастера. Раскастовывает ультимейт. Морф тут же уходит. Шекл не проходит. Ульт. Все в Морфа. Морфа поднимают. Морфа могут спасти. Чен спасает Морфа. Просто великолепен. Опять Инстинкт. Опять Винтер уходит на ТП. Все спасаются абсолютно. Убивают только лишь Веномансера. И в этот момент Бруда сейчас спушит вышку. Нет, фортификейшн. Барак не так просто запушит. Висп. Бруда. Бруда запушит или нет Барак? Так, хорошо, все. Бруда запушила Барак, умерла. Но ничего страшного. Это уже какое-то преимущество, какое-то пространство для разводов. Сейчас пойдут на Рошана все их Оумы. После Рошана... После Рошана они опять будут на базе. Криты у Тинника. Это что-то новое. Интересно, какие криты у Тини? Там, да, 600 криты. Поехали. Смотри, 200. 2 400 стоит. И у нас 3 600 нужно ему для того, чтобы догрейдить криты. Это важно, я думаю. Да, покупает Дейдаус. Совсем чуть-чуть остается до критов. Можно везти сюда уже Куру. Так и делает. Сейчас у Тини будет отличный урон. И, наверное, пойдут в ответку сторону сносить. Ну, а что делать-то? Не оставаться же без стороны. Тут просто этот Морф, он... Достанет. У Морфа БКБ. У Морфа БКБ, но у Тини криты. У Тини Дейдаус. И это 400 урона с Дейдаусом. С огромной скоростью атаки за счет Виспа. Да, и там даже больше 400, чем 400 будет. Может, еще дополнительный дастся. Вот так вот. 415 урона. Я хочу, чтобы у Тини вылетел крит. Просто посмотреть на эту цифру. Тысяча крит! Да, вот вам и Тини. И вот, опять же, Морф, конечно, собрал Скади. Это ему многое дало. Но сейчас ему уже нужна балочка. Потому что против такого Тини, такой Тини его просто с руки заковыряет. Под оверчарджем, конечно. Если Висп даст оверчардж, там скорость атаки будет очень приличная. ДПС больше. И урона по Тини будет входить меньше. Так, летят на Морфа. Ну, Морф просто хорошо уходит в репликейт, оставленный заранее. В общем, такая игра. Да, здесь потеряли бараки, но это далеко не конец. Вообще, обратите внимание на их хоумов. Вот они забрали Аршана. И что они делают? Опять фармят. Опять фармят. Они ничего не делают, кроме того, как фармить. Это супер какая-то пассивная дота. Ну, я не знаю, на каком этапе это все должно наказываться. Ну, то есть, я имею в виду, на каком этапе плей-офф. Сейчас идет третий раунд лозеров. Если в третьем не накажут, я думаю, в четвертом уже точно их накажут за эту игру. Да хотя в третьем накажут. Здесь у оранжей сохраняется большой перевес.